Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Санин. По образованию и по профессии я врач-психиатр. Рад приветствовать вас на канале Меднаука. Сегодня хочу прочесть письмо одной из наших подписчиц, которая задает нам вопросы. Здравствуйте! Я была на приеме в ПНД у участкового психиатра. В кабинете присутствовал сотрудник диспансера, не врач, который не только слушал, что я рассказываю врачу, но и вступал в разговор. При этом сильно обидел меня. Я пришла домой и написала в департамент здравоохранения, что было после. Мне позвонила директор диспансера и извинилась за сотрудников. Я в тот момент сильно переживала о том, что натворила, и тоже перед ней извинилась. Сказала, что среагировала слишком резко. Она отчитала меня. Когда я пришла повторно, этот же мужчина сидел там же в кабинете и никуда не делся. Имела ли я право на них жаловаться и вообще, кто прав в данной ситуации? Прежде чем начать ответ на вопрос, хочу напомнить старый афоризм, который гласит, что врач – это друг и слуга, помощник больных. То есть, один из принципов врачебного искусства – неукоснительное соблюдение медицинской этики. По умолчанию должны соблюдаться права пациента и врачебная тайна. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состояние его здоровья, иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. При любом виде медицинского осмотра, в том числе при оказании психиатрической помощи. Если в кабинете находится третье лицо, это лицо должно представиться и объяснить, с какой целью находится в кабинете на осмотре. Пациент вправе отказаться. Соответственно, пациент может и вправе, в некоторых случаях даже обязан сообщать о проблемах, о своем неудовольствии через соответствующие порталы, колл-центры, путем письменных обращений, если не удается решить вопрос непосредственно в учреждении. В то же время, работа государственных учреждений психиатрического здравоохранения, она регламентирована. Нормировано время, отпущенное на прием пациента, правила оформления документации, оснащение кабинетов техникой и, в том числе, штатные нормативы оснащения персоналом. В присутствии постороннего лица, вот наша подписчица пишет, что присутствовал сотрудник, не врач. То есть, она знает, что это сотрудник, но должность назвать не может. Согласно штатному нормативу работы кабинета участкового врача-психиатра, В данном кабинете могут присутствовать сам врач-психиатр, медицинская сестра, санитар, медицинский психолог, социальный работник. Ну, также могут присутствовать заведующие, врачи смежных специальностей, юристы, ну и, соответственно, должностные лица, которые принимают участие непосредственно в оказании помощи пациенту. Соответственно, нужно выяснить должность этого лица, которая присутствовала в кабинете на приеме. И, соответственно, можно уточнить уже степень правонарушения. В праве было данное лицо находиться, присутствовать при медицинском осмотре или не в праве. Кто прав в данной ситуации? Уважаемая подписчица говорит, что перед ней извинилась руководитель данного учреждения. И таким образом, вроде бы, как конфликт был исчерпан. Соответственно, в самом понятии извинения есть слово «вина». Можно понять, что факт нарушения все-таки со стороны учреждения был признан. Однако, почему не были приняты меры к недопущению посторонних лиц? Нужно ответить, не зная, кто же все-таки присутствовал на приеме. Что же делать? Пациент вправе обратиться к любому другому врачу данного учреждения, в другое лечебное учреждение, при условии так называемого прикрепления к париклинике того района или платно. Или может обратиться за психиатрической помощью в частном порядке. Мне неудивительно, что, ну, может, например, человек, не являющийся врачом-психиатром, вмешиваться в прием, потому что зачастую работа организована, ну, скажем так, что врачи постоянно меняются, а непосредственно руководит и принимает наибольшее участие в жизни таких учреждений средний медперсонал, младший медперсонал, и неудивительно, что он может вмешиваться в ход приема и давать какие-нибудь непрошенные жизненные советы. Безусловно, должен соблюдаться определенный порядок осмотра, тем более, что, как правило, времени хватает лишь на сбор самых важных сведений и анамнеза, жалоб и заполнение медицинской документации. Могу дать совет для экономии времени подобные вопросы, все-таки разногласия решать непосредственно на месте, обращаясь сразу, например, к заведующим или главному врачу больницы и только потом уже писать обращение в вышестоящие инстанции, организации. При оказании психиатрической помощи действительно может присутствовать несколько лиц, вышеперечисленные мной лица, то есть психолог, медицинская сестра, врач-психиатр или медицинская комиссия врачей-психиатров. Как правило, для объективной оценки психического статуса пациента даже желательно присутствие и фиксация в документах данных медицинского осмотра несколькими врачами. А при оказании психотерапевтической помощи традиционно, конечно же, лучше общение тет-а-тет со специалистом, хотя существуют методы групповой психотерапии. В данном случае, обращаясь на прием к участковому врачу-психиатру, чаще всего человек видит перед собой непосредственно этого врача и участковую медицинскую сестру психиатрического, психоневрологического диспансера. Таков штатный норматив оснащения персоналом кабинета участкового врача-психиатра, который должен соблюдаться все-таки государственными учреждениями. Кто бы из медработников не находился в кабинете, еще раз повторюсь, принципы медицинской этики и соблюдения врачебной тайны должны соблюдаться неукоснительно. Итак, друзья, надеюсь, мне удалось внести некоторую ясность в данный вопрос. Рад был общаться с вами. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Рад буду на них ответить. Ну, а меня зовут Дмитрий Самин. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok